Это не современная система оповещения, но действует без сбоев, говорят дачники. Звук услышат даже в дальних концах их товарищества и поймут, где-то пожар. С огнем здесь умеют бороться. У нас есть в наличии пожарные емкости с пожарными гидрантами. Качать воду из емкости могут специальным насосом. Это, конечно, не профессиональное оборудование, до настоящих пожарных здесь нет, но с небольшим возгоранием справятся, уверены дачники. У нас поливная система задействована с большим подающим двигателем, насосом. Мы в любое время можем подать воду по системе с давлением. В связи с пожарным периодом, вот памятку по правилам поведения в лесу. Но даже к таким добросовестным жителям приходят сотрудники МЧС. Напоминают каждому, с огнем шутки плохи. Хотя здесь у всех есть огнетушители и понимание того, что нужно делать. Вызываю по мобильным телефонам, у меня всегда тоже с собой, кстати. Тут же вызываю, 119 МЧС. Такие дачные кооперативы – пример для остальных, говорят в МЧС. Не всегда пожарные успевают добраться до таких удаленных мест за считанные минуты. В этом товариществе с небольшим возгоранием точно справятся. Люди, понимая удаленно своего СНТ, они принимают меры по поводу того, что у них есть полная емкость. То есть они могут, если заметили, то на данном случае на территории дачных строений, по территориям участков проложен уже трубопровод. Конечно, не во всех кооперативах так относятся к правилам пожарной безопасности. Ситуация осложняется там, где люди не следят за разведенным ими же огнем. И при этом в нескольких метрах находится лесополоса. Невнимательность часто заканчивается не только сгоревшими дачами и деревьями, но и жертвами. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.